Согласится ли частный перевозчик снизить стоимость проезда для льготных категорий граждан, проживающих в тех районах, куда не ходит муниципальный транспорт? В ситуацию вникали мои коллеги. Территориально поселок Агролес к городу не относится, но его жители по праву считают себя берчанами. Каждый день оттуда едут в свои учебные заведения дети, отправляются по своим делам пенсионеры. То есть это те категории граждан, которые могут пользоваться льготами на общественном муниципальном транспорте. Желательно бы, конечно. Ну что, зарплату, пенсия 20 рублей, всего на всего. Конечно, а сейчас цены все растут и растут вообще. Дело в том, что в Агролес идет только маршрутка номер 510. Муниципальный автобус сюда пустить возможности нет, не позволяет ширина дороги, которая проходит под железнодорожным мостом. В администрации по обращениям граждан на транспортную ситуацию внимание обратили. Идут маршрутки, но люди не должны страдать. Они должны тогда пользоваться льготной картой и на маршрутках сообщений такси. По маршруту номер 510 действительно нами направлено обращение от администрации города Берска. Более того, мы подключили сюда и депутатский корпус. Первый ответ мы получили, с Министерства транспорта пока отказ, но будем работать дальше, как я сказал, Анятина, будем привлекать еще общественность. Конечно, такие решения принимаются в верхних руководящих инстанциях на уровне области. Непосредственно сами местные частные перевозчики все-таки в первую очередь ориентируются на коммерческую составляющую. Я как водитель, конечно, мне это, как он сказал, пенсионерам и детям нужно помогать. Для меня, как водителя, мне, конечно, надо выручку вести. В администрации отмечают, раз законодательно существует возможность предоставить льготный проезд определенным категориям на частном общественном транспорте, значит, такого решения в отношении хотя бы 510-й маршрутки необходимо добиться.